Я тот, о ком многие люди сказали бы, у него нет будущего. Нелегал, депортированный, отсидел в тюрьме, неграмотный. Казалось бы, ну всё против меня. Но что меня выручает? Это смирение, любовь к поварскому делу и желание меняться и помогать другим. Я родом из малюсенькой деревушки, ранчо, здесь, в Мексике, в Гуанахуата. Я вырос в нищете. Моя семья эмигрировала в Соединённые Штаты, когда мне было лет 7-8. Мы нелегально перешли границу, как до сих пор поступает множество мигрантов. Мы нанимались сезонными сборщиками фруктов и овощей, перемещаясь из одного штата в другой. Мне было около 15 лет, когда мы, наконец, перестали переезжать с места на место и осели в Атлантии. И там я впервые попал на кухню. Полгода я работал посудомойщиком, а затем мне предложили место повара. Так и началась моя поварская карьера. Спустя примерно год я перешёл в другое заведение. И вот там я и понял, что такое настоящая высокая кухня. Это искусство. И там я впервые увидел поваров в белых костюмах и высоких белых колпаках. Я увидел, как они режут рыбу, как они умеют приготовить из курицы тысячу разных блюд. Я увидел выпаренные соусы и тёмные соусы. И то, как в готовке используют вино. Я учился, наблюдая и пробуя. У меня не было времени гулять и развлекаться. Я работал. Я уходил из дома в 5 утра, а возвращался в 8-9 вечера. Вымотанный. Но кухня меня завораживала. Когда мне было 17, я познакомился с ребятами, которые были большими воротилами в уличной банде. Я начал тусить с ними. Они угоняли машины. И когда я в четвёртый раз пошёл с ними на дело, я стал соучастником вооружённого ограбления. Я был водилой, ждал всех в машине. Человек, которого грабили, попытался сопротивляться. И они его избили. Я сдался полиции. Меня обвинили в соучастии в трёх случаях нападения с отягчающими обстоятельствами и приговорили к четырём годам тюрьмы. Время тянулось бесконечно. Но я отсидел свой срок, и меня депортировали. Мне сказали, что если я вернусь в США, меня могут арестовать и посадить лет на 10-20. Сначала я надолго впал в депрессию, но где-то через полгода я вдруг понял, что в Мексике возможностей не меньше, чем в других странах. Здесь ведь тоже многонациональная, мультикультурная среда. Люди приезжают сюда из разных стран и создают замечательные вещи. И я вдруг осознал, что могу стать одним из тех поваров, одетых в белое. Спустя три года после возвращения в Мексику я открыл свой ресторан. Но в Мехико завсегдата и ресторанов публика придирчивая. Про нас они сказали бы, у них нет скатертей, а официанты разговаривают как крестьяне. По правде говоря, я понятия не имел, как мы собираемся привлекать клиентов. В первые дни после открытия мы с женой выходили на улицу с меню, написанным от руки, и заговаривали с людьми, рассказывали им о наших предложениях. Тем немногим, что зашли к нам, понравилась наша еда. Через две с половиной недели после открытия в нашем ресторане впервые была полная посадка. И с тех пор, вот уже семь лет, у нас ни разу не было пусто. Никогда. Каждый год наш ресторан попадает в число 50 лучших ресторанов в Латинской Америке. Я люблю использовать в моих блюдах сезонные продукты. Обожаю классическую французскую кухню с ее густыми и ароматными выпаренными соусами. А в мексиканской кухне мне нравится острота и кислинка. Сочетание этих двух кухонь дает интересный баланс. Это стало моим фирменным стилем. Когда мы начинали, у нас было четверо наемных работников. А теперь у нас три ресторана, а работников около 90. Я о таком и не думал. Я и мечтать о таком не мог. У меня все получилось благодаря их помощи. Мы нанимаем людей из маленьких, бедных деревушек, где предел мечтаний это уехать в США. Мы поняли, что если брать на работу людей из таких мест и достойно платить им, их уже перестанет привлекать иммиграция. Музыка 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 Если вам грозит депортация в Мексику, не спешите впадать в отчаяние. Мексика Мексика – это страна множества возможностей. В нашей стране такая разнообразная природа, у нас такая богатая культура, и люди здесь такие красивые. Мы потеряли веру в нашу страну, но она заслуживает того, чтобы дать ей второй шанс. Режиссер Оскар Гаджирли, продюсер Эби Смит, исполнительные продюсеры Джеймс Гиббен, Фредерик Дюрман и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова